Приветствуем наших товарищей, ну и наши территории. Сегодня более 50 территорий. Здесь, как говорится, от севера до юга, с запада до востока все основные сельскохозяйственные территории есть, включая северян, даже Якутия прибыла к нам на слушание. И тема у нас действительно серьезная. Сегодня часто приходится слышать от жителей, которые поживают в сельской местности, даже в уникальных районах, некогда богатых, что живем сегодня хуже, чем во время войны. И действительно, у огромного количества сельского населения есть все основания сказать подобное. Поскольку сегодня бедность в сельских территориях, она очень высокая, она превышает в разы бедность в городе, ограничены условия к социальным, тем бытовым системам, которые есть в городе. Доходы, уровень безработицы, все это сегодня зашкаливает. Зашкаливает также все, что связано сегодня с здравоохранением, дошкольным образованием. Одним словом, много накопилось тем и проблем на селе. Глубина деградации такая, решение, которое просто необходимо, исходя из национальной безопасности страны. Вот почему год назад в Большом зале государственном пленарном здесь, в Думе, мы провели под председательством Володина с нашим докладом, с докладом Ткачева, в соответствующей слушании, приняли большое базовое постановление. Связано в первую очередь с устойчивым развитием сельских территорий. Отделить сегодня бытовые условия от производства практически невозможно. Само отделение, это значит, по большому счету, движение и путь в тупик. Хотя на этом направлении, понятно, много лет движение было. Потому что даже от высокопоставленных людей мы слышали, наше дело поле фермы, а типа, все, что связано там с газификацией, с дорогами, с больницами, это не наша тема. Сегодня, слава Богу, есть взаимопонимание у нас на этих направлениях. И это очень важно, потому что не решать один, второй вопрос, комплекс совместно, повторяю, это гибель, по большому счету, в решении задачи и продовольственной безопасности, и сбережении наших культурно-исторических, этнических, и, по большому счету, национальной безопасности, поскольку деревня является берегиней нашей державы. Мы сегодня должны до вас довести нашу убежденность и уверенность, что мы сегодня выходим на ту работу, которая связана с адекватностью предложения нами той системы, которая будет адекватна этой деградации, этому провалу. Начиная от всего того, о чем мы говорили, от доходов, заработной платы, рабочие места и все, что касается здравоохранения и образования. Эта убежденность есть, потому что, кроме проведения этого большого мероприятия, слушания, о котором я говорил, мы провели и сделали доклад, кстати, вместе с руководителем комитета Совета Федерации в Питере в присутствии Владимира Владимировича, руководителя обоих палат, всех председателей областных домов. Кроме этого, еще несколько было наших системных в этом плане докладов и предложений, но хочу сказать, что эта уверенность и убежденность появилась, исходя из решений последних, когда еще раз президент сказал об этом, потому что, несмотря на эти все предложения и поддержку и в Питере, и здесь, в Думе государственном, соответствующим постановлениям, все равно нашлись силы, которые принесли сюда из государственной программы, под программу год назад, а уже после этих мероприятий, хотели вообще ликвидировать эту под программу, распылив все по тем ведомствам и министерствам, которые, понятно, не называются агропромышленным комплексом или министерством сельского хозяйства. Сегодня у нас продолжена большая работа по поводу создания этой программы, которая, в первую очередь, будет основываться на доходах и заработной плате. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели первый слайд и увидели, какая же зарплата сегодня у работающих на селе. Вот растеневодство 21 тысяча, но посмотрите, если мы выходим, что составляет 58% от средней по экономике, если мы уходим на уровень средней по стране, то мы должны добавить с вами 34 миллиарда рублей. Если взять заработную плату в животноводстве, то чтобы выйти на средний показатель, мы должны добавить в систему себестоимости 60 миллиардов рублей. Вот 100 миллиардов чистой зарплаты крестьяне недополучают лишь только потому, чтобы была хоть небольшая прибыль и расширенное шло воспроизводство. Что касается пенсии, она также значительно ниже, чем в городе. Все это, уважаемые товарищи, приводит к тому, что становится нетерпимой система нищеты, система деградации, система безработицы, которая сегодня охватила все почти сельские территории. Если говорить о втором направлении, что связано с социальной составляющей, то можно увидеть, что мы с вами за эти годы потеряли в здравоохранении огромное количество больниц, их сократилось практически в 5 раз. 13 тысяч потеряли ФАПов, под 700 скорых помощей отделений и так далее, и так далее. Сегодня средний радиус 85 километров в среднем по России до первого больничного учреждения, до ФАПа 15 километров. Исходя из этого, все, что связано сегодня с качественными показателями коэффициента рождаемости, смертности, продолжительности жизни, все в деревне сегодня идет в пике к сложному тоже положению в городе, но идет в пике. Впервые в последние годы пошла вниз рождаемость на селе, убыль идет население, не хуже, не лучшая ситуация со школами и дошкольными учреждениями. В 2 и 3 раза, в 2 раза сократилось количество школ, в 3 раза детских садов. 42 территории имеют всего обеспеченность мест дошкольных для своих детишек на уровень 50%. Рапортуем, что у нас все 100%. Вот в этом ключе мы видим очень серьезные и те проблемы, которые должны нами обязательно решаться. Если посмотреть жилищно-коммунальную вставляющую, она аналогичная. Зашкаливает ветхоаварийное жилье. Та программа, которая сегодня есть, это на уровне 200 лет, чтобы ее решение было. Если посмотреть все, что связано с другими вопросами, в каком состоянии находятся лечебные заведения, лечебные заведения, все, что связано с инженерной инфраструктурой и так далее, и так далее, 95 тысяч, 170 тысяч у нас не гасифицированы до сих пор деревень и села. И если взять все, что связано с горячей, холодной водой, горячее водоснабжение, это уровень 35 процентов. И как-то это не очень здорово волнует сегодня тех, кто заседает в больших кабинетах здесь в Москве. Особенно экономические министерства. Министерства, которые занимаются социальными вопросами. Вот повторяю, надежда на то, что мы сегодня все вместе не отступим от решения этих базовых задач. Все, что касается транспорта, аналогичная ситуация. Я имею в виду это снабжение транспортное и автобусное, и железнодорожное и так далее, и так далее. Здесь тоже выверены все цифры, слайды, вы видите комплексный 4 процента территории. Но следует сказать, что до 42 тысяч деревень даже нет дорог с твердым покрытием, хотя и эти дороги, которые есть, они, понятно, местного уровня желают, конечно, лучшего, более качества. Уважаемые товарищи, все, что связано сегодня с условиями труда, с детским трудом, все, что связано сегодня с техникой безопасности, с работой профсоюзов, значит, мы видим здесь большие возможности в решении тех и социальных задач, и укрепления по большому счету того трудового порядка, который соответствовал бы социальному государству. Потому что конституционное обеспечение ложится на всю нашу территорию, а там записано, что мы избираем ту власть, которой доверяем выражать свои полномочия, являясь высшим источником власти и единственным. Там записано, что государство в нашей России социальным является государством, и не должно быть нищеты и бедности. Там прописана и экологическая тема. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. И много другого. что предусматривает те большие социальные вызывания, которые есть. Нам с вами необходимо, конечно, добиться, безусловно, для решения этих вопросов системно отработать государственную программу устойчивого развития. Все сделать для того, чтобы поддержать реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и продовольственных рынков. У нас есть движение вперед. Мы в этом году изначально утвердили бюджет уже с ростом в 34%, то есть 304 миллиарда рублей. По всем направлениям мы добились движения вперед, включая поддержки и фермерства, и семейных ферм, и, значит, гранты увеличиваются у нас, и здесь достаточно серьезный уровень льготной кредитования, и по капексам пробили ситуации, и по компенсации, и по ЧАЭС, то есть вот в этом ключе у нас сегодня есть движение вперед. Вместе с тем, изначально с 2013 года по государственной программе долг с учетом инфляции, даже тот, который сами прописывали эти горе-экономисты, составляет почти 450 миллиардов. Это, конечно, без того, о чем мы с вами говорим, безустойчивого развития, без того социального системного подхода. Те 16 миллиардов, которые нам давали на социальное развитие, это копейки. В целом на Россию дают, мы всегда выделяли, и Дума утверждала, на уровне 7,6 десятых триллионов рублей. У нас живет 38 миллионов человек, это 26%. Отдайте отсюда четвертую часть 7,6 триллионов, будет 1,9 триллиона. Это реальные деньги, которые должны идти и на здравоохранение, образование, и дороги, и газификацию, и поддержку ветхого жилья, и наших молодых специалистов, и так далее, и так далее. То есть обустроить все, включая создание рабочих мест, начиная от переработки, развития кооперативов, задействовав наш лесной сектор, где 7,4 миллиона тонн валютной продукции в виде грибов, ягод, и так далее, и так далее, орехов, и так далее, и так далее, и так далее. Уважаемые товарищи, я еще, еще раз хочу сказать, что мы на этом направлении будем двигаться дальше. Мы сегодня попросили все министерства, ведомства, поскольку этот 2019 год пойдет по всем нашим социальным блокам, по устойчивому развитию, через другие пока 21 программы, но мы четко определились, давайте окрашивать деньги. Мы вообще-то все сами поправках дали, но пока на этом этапе наши поправки вошли только в систему, как говорится, соответствующих постановлений, но окрашены эти деньги, они будут совершенно иметь другие суммы. Я о них уже сказал, допустим, здравоохранение 360 миллиардов, четвертая часть, это ведь там, извините меня, не копейки, которые сегодня выделяются, точно так и по другим всем направлениям. Вот мы сегодня держим с вами руку на пульсе, и должны двигаться дальше. Потому что действительно сегодня не только Дальний Восток и Севера находятся в кричащем положении, но давайте посмотрим, что нас толкает на необходимость сегодня адекватного возрождения, вот вытаскивания деревни из этой глубины. Возьмем наше необыкновенное нечерноземье. И когда мы смотрим, допустим, Смоленскую или область, или Костромскую область, берем базовые отрасли, допустим, молочное животноводство, или там посевные площади, посевные площади в три раза везде сокращены по нечерноземье, от двух с половиной до трех с половиной раз. Смотрим, значит, молочное животноводство, в шесть раз, в шесть раз сокращены, вырезаны по голове дойного сада, ищем рабочие места, ну и также сократили, когда посевные площади, понятно, ушли многие культуры, включая те, на которых и слава держалась, значит, и кормовые, и технические, и так далее, и так далее. То есть, мы сегодня, по большому счету, видя и понимая все эти процессы, которые нас завели в тупи, должны все сделать, исходя из того, чтобы эта программа была мощной, системной, и ее реализация взята под особый контроль. Без науки нам здесь не обойтись, сегодня много здесь академиков, я хочу в первую очередь сказать о необходимости в комплексном подходе и решении вопросов кадрового обеспечения, сегодня не хватает врачей, не хватает учителей, не хватает ветврачей, это сегодня одна из большущих тем, значит, что касается обеспечения ветврачами, государственных учреждений, там разрыв от дуренной сегодня в этих кадрах, почему разрыв, потому что опять условия, зарплата в 26 тысяч и так далее, и так далее, то есть, видя сегодня все эти системные болячки, мы выходим на обязательное решение вот этих больных вопросов, но через системную подготовку кадров, через системную подготовку кадров в наших вузах, причем системность, она не только в высшем образовании, она и в нашей вертикали от массовых профессий, значит, наших колледжей, техникумов и так далее, и так далее, чтобы эта цепочка вся устраивалась. Сегодня уже идет стон, что не хватает специалистов на хороший трактор, на новый комбайн и так далее, и так далее. Значит, наша, конечно, задача, вот комплексно прорешать эти вопросы. У нас есть движение, я на этом специально не остановился, вот того прорыва. Мы в этом году все равно вышли с вами на хорошие результаты по зерновым, в том числе даже к 90-му году. У нас хорошие показатели по многим техническим культурам, тут у нас тоже нет проблем. Мы вышли по быстрому мясу, по мясу птицы, много чего такого добились, что позволяет президенту говорить, что сельское хозяйство является движителем в последние годы экономики, и это так, мы на всех крупных совещаниях кланяемся нашему крестьянству, есть за что. Значит, но еще еще раз хочу сказать, вот те структуры, которые мешают выйти нашему фермеру, нашему сельхозпроизводителю на рынок, эти торговые сети, которые давят всячески, значит, и чиновники, которые не пускают наших самозанятых, не позволяют системно развивать личный подсоб на хозяйство, который сегодня на 50% страну обеспечивает пока еще и мясом, и молоком. Вот эти все вопросы мы должны с вами через эту программу двигать, брать под контроль. Симбиус всегда должен быть крупный, бизнес должен сегодня помогать развитию села, развитию личного подсобного хозяйства, фермерства. Сегодня многие это понимают и делают. Конечно, нам надо прорвать ситуацию в молочном животноводстве. Болтовня это надоело, потому что кроме болтовни нельзя ничего это движение вперед или назад назвать, потому что по-прежнему сокращаем поголовье дойного стада, это значит ничего не делаем для развития животноводства, не строим помещений, только лишь одни повторяю разговоры и лапшу на уши друг друга вешают, включая высших должностных лиц, которых обманывают. Давайте от этого тоже отходить, называть вещи своими именами или работаем тогда через программу, через задания, ставим задачи, что ж мы десятками миллионов завозим сюда молоко, миллионы пальмового масла, значит травим людей этой продукции, давайте производить свою качественную продукцию. Все, что связано с вторым направлением, где у нас провал, это плоды ягода. 3,5 миллиона, нам надо 14 миллионов, восходя из продовольственной корзины. Задача понятна, нам надо в ближайшее время 300 тысяч тех садов, которые бы стабильно могли давать урожай на уровне 300-350 центров с гектара, для того, чтобы решить эту задачу. Хватит тоже кормить польских фермеров, для этого тоже систему надо восстанавливать в том числе питомниководцев. 600 было питомниководческих хозяйств. 600 в каждом институте маточные сады, маточно-черенковые, подвойные целые плантации. Значит, сегодня это порушено. А сколько здесь рабочих мест через эту всю систему выращивания, переработки и так далее, и так далее. В целом, еще и еще раз хочу пожелать нам всем вместе, уважаемые товарищи, активной работы для того, чтобы программа устойчивого развития сельского хозяйства, развития производства, улучшения качественной жизни. Вот эту формулу, которую написал создать систему, которая бы определила уровень и качество жизни в стабильном порядке это движение вперед, в том числе через решение национальных задачи, сохраняя те системы, которые здесь прописаны, это наша сегодня главная задача. Хочу вас всех поблагодарить, поскольку каждый из вас сегодня все делает для того, чтобы наша историческая память, наши сельские территории оставались теми родниками, теми патриотическими системами, которые вложили в величие России очень много и еще вложат. Спасибо вам большое. Спасибо.